Шавкат Мерзеев продолжает знакомиться с созидательной работой и реформами, проводимыми в столице. Так, сегодня руководитель страны посетил Юнусабадский район. Ощущают ли перемены его жители, насколько успешно идет реализация проектов, каковы планы на перспективу и, конечно, мнение граждан в репортаже наших корреспондентов. Стремление к лучшему, внедрение нового и инновационного. Вот, пожалуй, первостепенный вектор нынешнего развития страны. И опираются масштабные преобразования на главные ценности – мир и стабильность. Иначе никак, ведь это понятно, что только в той стране, где царит спокойствие, перспективы могут приобрести реальные очертания. И сохранить атмосферу созидания – задача важнейшая. Сегодня в рамках ознакомления с объектами Юнусабадского района столицы президент Шавкат Мерзеев посетил управление охраной при ГУВД города Ташкент. Здесь была представлена подробная информация по осуществляемым проектам в разрезе оптимизации работы. Так внедряются технологии, новейшие системы мониторинга и видеонаблюдения. Программные продукты, что в режиме онлайн позволяют следить за ситуацией на объектах и реагировать в случае чего. Сам Юнусабад, к примеру, делится на три зоны. В каждой находится свой центр технической безопасности, оснащенный по последнему слову, в том числе автомобилями для группы быстрого реагирования. Сейчас центры постепенно создаются по всему Ташкенту, но пока единой связующей нет. В этой связи Шавкат Мерзеев ранее инициировал разработку концепции «Безопасный город», а сегодня рассмотрел предложенный проект. Речь идет об объединении усилий всех защитников правопорядка на одной платформе. Единый диспетчерский дозвон для разрозненных пока служб 0.1, 0.2, 0.3. Кнопки СОС на объектах, взятых под контроль, одним нажатием на которые обеспечивается выезд специальной группы. Патруль и дорожный патруль, работающие с геоинформационной системой локации GPS и средствами, автоматически регистрирующими номера, внесенные в особый список. Кроме того, внедрят интеллектуальные камеры, управляющие перекрестками. Видеонаблюдение будет за всеми общественными местами. Кстати, в последнем работа уже проведена масштабная. Звучало, что за этот год установлено свыше 70 тысяч камер, помогающих в следствии, если зарегистрировано какое-то происшествие. С некоторыми новинками, которые уже внедрены в жизнь, президента ознакомили в операторском центре. Со стороны руководства республики на сегодняшний день уделяется большое внимание по внедрению информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов внутренних дел. На сегодняшний день со стороны управления охраной города Ташкента более 5 тысяч объектов переведены на современные средства охраны. И до конца года планируется все абсолютно объекты перевести на эти современные средства охраны, что дает нам возможность снизить время реагирования и оперативность выезда на место происшествия. Кроме того, создана единая база данных, объединяющая все гостиницы под названием «Емех Монхона», которая позволяет проводить мониторинг заезжающих и выезжающих, соответственно, лиц. Также все посты, въезды и выезды из города Ташкента также подключены к единой базе данных, которые позволяют отслеживать поток машин, приезжающих и уезжающих. Как мы видим, на сегодняшний день сделано немало, и внедрение современных технологий продолжается. Президентам страны дано поручение разработать концепцию безопасного города и объединить все подсистемы в единую интегрированную систему. Мероприятие, запланированное в рамках концепции «Безопасный город», планируется полностью осуществить к 1 сентября 2019 года. За этот период будет четко выстроена работа каждой службы, продуман каждый шаг, и те наработки, которые сформируются, назовем их «Ташкентским опытом», в дальнейшем будут внедрены в каждый регион нашей страны. Да, глава государства отдельно подчеркнул, что подойти к детализации проекта необходимо тщательно. Разработать системный документ, притворять задуманное пошагово, объединить усилия с УЗИНФОКОМом в плане технологий, пригласить специалистов из КНР для обмена опытом. В Поднебесной система такая налажена, как часы, подчеркнул руководитель страны. Программные продукты изначально ориентировать стоит на максимум, отточить механизм реагирования. И специалистов готовить пора уже сейчас. На базе Академии МВД в программы включат обучение работе на автоматизированных системах безопасности. А еще каждый год из профильных ВУЗов по направлению связи и программирования будут проводить набор специалистов для органов внутренних дел. Шавкат Мерзиев особо обратил внимание на вопрос обеспечения сотрудников ВВД комфортным жильем. Он предложил возвести девятиэтажные дома недалеко от места работы, со всеми условиями и инфраструктурой вокруг. Это будет справедливо, подчеркнул президент. Мы стремимся повысить качество жизни в нашей стране, сказал он. И в первую очередь важно помнить о тех, кто бережет наше спокойствие. Ведь мир – это тот самый фундамент, на котором возводимое здание государственности станет по-настоящему крепким. Интересы человека превыше всего. А когда речь идет о его здоровье, благородная идея становится первостепенной. Эти мысли звучали сегодня и в рамках посещения президентом нового многопрофильного медицинского центра Шфуанур, открывшего двери по улице Майкурган. Как информировали, общая стоимость проекта, раскинутого на полутора тысячах квадратных метров – 2 миллиарда 650 миллионов долларов. На кредитные средства приобретено передовое оборудование и техника из Германии, Америки, Швейцарии, Японии, Канады и других стран, международных партнеров клиники. Главу государства ознакомили с деятельностью центра. С новыми направлениями показали кабинеты, техническую составляющую. Сотрудники рассказали о специализациях, о преимуществах применяемых высокотехнологичных методов диагностики и лечения пациентов. Общаясь с врачами, президент особый акцент сделал на укреплении материально-технической базы, оказании кредитной и финансовой поддержки, создании льгот и преференции, привлечении в сферу частной медицины иностранных инвестиций и квалифицированных специалистов. Даже в самых развитых странах медицину развивает не только государство. Если мы не будем поддерживать в этом плане сектор здравоохранения, мы никогда не получим конкурентноспособность, качество и результативность оказания столь важных услуг людям. Все возможности, которые сегодня предоставляются, это старт. Конечно, поначалу нам будет сложно вернуть доверие людей, но если специалист своего дела окажет хоть какую-то маленькую помощь народу, это возможно, и сам он будет считать себя счастливым. Будем стараться действовать вместе, сообща, чтобы все запланированное получилось. Если вы смотрели вчера телевизор, то знайте о послании Кристин Лагард, в котором выражается доверие и уважение узбекскому народу. И нам нужно работать еще активнее, чтобы соответствовать этой высокой оценке. У нас все получится, я уверен. Как оказалось, много здесь и зарубежных специалистов, приезжающих для обмена опытом и проведения совместных операций. Медучреждение, можно сказать, первая ласточка, созданная в соответствии с постановлением президента о мерах по дальнейшему развитию частного сектора здравоохранения, в котором этот сектор представлен как важная и неотъемлемая часть профильной системы. И призвана она качественно усиливать, гармонично дополнять спектр услуг, оказываемых государственными медучреждениями. В документе утверждена и программа мер по дальнейшему стимулированию развития частных медицинских организаций. Кстати, она была разработана для этой сферы деятельности впервые. Я думаю, что будущее медицины Узбекистана очень перспективное и, думаю, будет комфортно специалистам, которые здесь работают, не только получать удовлетворение от своей работы, но и, конечно, развиваться. Президент отметил, что те традиции, которые были в прошлом между нашими братскими республиками, они должны развиваться, это прежде всего через народную дипломатию, так называемую. Я совершенно, конечно, с этим согласен. То есть, вот как раз мы приезжаем, общаемся с докторами, передаем свой опыт с огромным удовольствием. Когда я прочитал постановление президента, насколько революционное видение у президента развития частного сектора здравоохранения. Поэтому, я думаю, это может послужить примером и другим окружающим нас, вашу республику, государством. Безусловно. Вот, очень впечатляет. Кадры их подготовка, а если нужно, возвращение отечественных медиков из-за рубежа. Этому уделили отдельное внимание. Исходя из моей практики, то, что я видел, то, что делается, например, из одной из ведущих организаций по отоларингологии во всему миру, это является вот Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт, те оборудования, которые имеются в этом учреждении и которые я вижу здесь, где-то даже, может быть, лучше возможности, то внимание, которое сейчас оказывает президент на развитие частной медицины, это на самом деле заслуживает большого внимания. И приехал обратно в Узбекистан работать и осуществлять свою профессию здесь. Если так будет развиваться и так будет дальше идти дела, я думаю, мы уже скоро будем на уровне самых развитых стран. Сегодня в республике функционирует более 3670 частных медучреждений. В ближайшей перспективе ожидается создание еще 550 в планах открытия многопрофильных медицинских центров, совместных предприятий с привлечением иностранных инвестиций, а еще и детских клиник по всей республике. Многое делается в сфере, и проводимые реформы уже дают свои результаты. Этот центр как начало новой истории развития частного сектора здравоохранения в нашей стране. Быть медиком не просто призвание, это дар свыше заключил Шавкат Мерзиёев. И важно это помнить, работая от души, от всего сердца, ради главного – здоровья человека. О том, как важно в наше время жить, не жалея сил и энергии, заботами и интересами страны и людей во имя реализации их устремлений и чаяний говорилось сегодня еще по одному адресу. Открытая, по-особенному теплая атмосфера царила в эти минуты на встрече в профессиональном колледже компьютерных технологий Юнсабадского района столицы. В центре обсуждения принципиально важный в наше время вопрос – воспитание подрастающего поколения. Что входит в это многогранное понятие – гармонично развитая личность, знания, здоровье, четкие жизненные ориентиры. А еще прозвучало формирование высокой духовности, в первую очередь за счет привития любви к чтению книг. А все потому, сказал президент, что молодежь – это наш завтрашний день, а он важен не только для родителей, но и для будущего всей страны, государства, общества. В ходе беседы детально говорилось о перспективах совершенствования системы непрерывного образования, укреплении материально-технической базы профильных учреждений, повышении качества учебников и методических пособий. И, конечно же, еще об одном очень важном для сферы вопросе – подготовке кадров, механизмах повышения квалификации наставников. Отдельно говорилось о том, что в предстоящем учебном году в некоторых общеобразовательных школах в качестве эксперимента будет внедрена 11-летняя система обучения. Президент и по этому вопросу выслушал мнение и предложение родителей и педагогов. Вы не представляете, сколько сил, уверенности нам прибавилось, ведь родную Махалю посетил президент. Мы связываем с этим событием особое ожидание. В построенном еще в 1993 году в сходе граждан не было ни детского сада, ни школы. Родители сегодня радуются, что отныне здесь будет организовано 11-летнее обучение. Сколько глубоких мыслей прозвучало об углублении сотрудничества семьи, махали, школы и очень важной миссии нашего института гражданского общества. Открытие школы, детского сада, оздоровительного комплекса, строительство нового Гузара – это приметы нового времени. Здесь же руководитель страны встретился с активистами Союза молодежи Узбекистана, юношами и девушками, проживающими в данном Махале. «Интересовался, чем живет новое поколение, к чему стремится, какие инициативы выдвигает. Вы моя уверенность в завтрашнем дне, наша опора. Знаете, для покорителей новых, самых высоких рубежей государство создаст максимум условий», – подчеркнул президент. В ходе этой очень искренней беседы интересовался руководитель страны и чем живут молодые семьи. Для того, чтобы самостоятельная жизнь была наполнена уверенностью и позитивом, важно прозвучало еще более расширить проекты строительства жилья для молодых семей. Так, отметил Шавкат Мерзиёев, важно построить в столице дома молодых композиторов, молодых художников, молодых поэтов, а также адреса для организации их культурного отдыха. «Все эти наши идеи, все наши мысли, о которых мы мечтали, о которых мы хотели реализовать, президент нашей страны поддержал, и они реализовываются постоянно на постоянной основе. И молодежь за это благодарна президенту. И мы будем принимать все усилия, чтобы оправдать доверие и надежду нашего президента». В каждой из своей поездки по регионам, по территориям страны президент Узбекистана всегда интересуется жизнью, бытом простых людей. Общение позволяет понять суть проблемы, найти пути решения. Так и сегодня президент посетил дом Мерхайдара Туляганова, проживающего в Махале Исламабот Юнсабайского района. Слезы искренней радости. Глава семьи, почтенный Аксакал, такой встречи, признаться, не ожидал. Беседа за пиалой чая была теплая и открытая. Говорили о воспитании молодежи, о сохранении традиции семьи, ценностях, уважения к старшему поколению. Его же сын уже 30 лет работает в автобусном парке шофером и считает это почетной миссией. Вместе со своей спутницей жизни они воспитали четырех сыновей. Каждому дали образование и, главное, научили честному труду. Спасибо вам, что таких детей воспитали, преданных своей родине. Всем большое спасибо. По их взгляду я вижу, что они преданные родине дети. Именно такие, о воспитании которых мы мечтаем. Все наши помыслы, все наши усилия направлены на то, чтобы завтрашний день наших детей и внуков был благополучным. Этот приоритет лежит в основе нынешних реализуемых дел. И в кишлаках, и в городах есть такие результаты. Если мы направим силы, чтобы повысить доверие простых людей, наш народ будет способен на многое. Вот вы, проработав на заводе, сумели воспитать детей трудолюбивыми, научили их честному труду. И с этой точки зрения я очень рад, что побывал в такой семье. Увидел тот уровень уверенности простой семьи в будущем нашей любимой родины. Пусть все задуманное вами воплотится. Пусть будут только праздники, свадьбы. То, что вы пришли в дом простого человека, это большое счастье. Мы очень счастливы, воодушевлены. Вблизи уникального ансамбля, имеющего особую значимость, Шахидлархот Росея, есть место, которое по своим природным особенностям призвано стать адресом посещения людей. Именно здесь, на задней стороне канала Боссу, сегодня руководителю страны было представлено два проекта. Один из них – это парк культуры и отдыха, который аккумулирует в себе оздоровительный центр, стадионы, фонтаны, открытые и закрытые выставочные павильоны, другие объекты. Все ориентировано на отдых людей. Еще один альтернативный проект – концепция сада литературы. Его инновационное решение ориентировано на духовный, интеллектуальный рост людей. Архитектурное решение, сразу отметим, нестандартное, но вобравшее в себя лучшие мировые достижения и нетрадиционный новаторский подход. Все призвано повысить культуру чтения – и современная библиотека, и ее наполнение. Руководитель страны предложил доработать эти проекты и выбрать наиболее оптимальный для этого место. Главное – удачно вписаться в эко-ландшафт. Состоялось сегодня и заседание актива Юнсабадского района. Глубокий детальный анализ отличал эту встречу. Диалог подобного формата, открытый, конструктивный, позволяет на месте решать многие проблемы, определять дорожную карту последующих реформ. Перед ответственными руководителями президент поставил конкретные задачи – планы по экономическому, инфраструктурному, социальному росту. Говорили о реформах здравоохранения, системе органов внутренних дел, противодействии современным угрозам и вызовам, промышленном росте. Словом, был обозначен четкий фарватер предстоящих действий.